Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня будет у нас жесткий ролик. Очень жесткий ролик, поэтому люди, которые завязаны с религией, с какими-то жесткими концерциями, которые воспринимают все, что я говорю, как ерунду, это ваше право, пожалуйста, выключите. Вот это видео, это видео не для вас. Мы сегодня будем говорить про родовые программы, про родовые программы, про род и про то, какие подмены здесь существуют. На конкретном примере, на моем примере, который я проживала через свой жизненный опыт и на тех примерах, которые у нас есть из практики. Я не буду говорить голословной теории, рассказывая людям и водя их в хороводы, рассказывая, что вот ваш род, вы тут тружно покружитесь, вы тут в костре свои какие-то убеждения сожжете, и у вас наступит счастье и здоровье откуда-то свалится вам на голову. Есть родовые программы, и мы рождены в этом теле, у нас есть наследственность, у нас есть ДНК, у нас есть гены, у нас есть то, что нас с родом связывает. От этого вы не сбежите, это есть, и с этим надо как-то работать. Мы зайдем с того, как с этим работать. То, что в проявленном мире надо выстроить отношения со всеми родственниками, это само собой разумеется. Миром правит любовь, и миром правит сила любви. Если вы сильны, и ваша любовь сильна, то ваши родственники ее чувствуют, и ваши отношения действительно крепкие, там нету вины, обиды, неприязни и так далее. Там есть любовь, там есть взаимодействие, взаимоотношения и так далее. Это бесспорный факт, которому имеет смысл идти. Но тренировать его на тренингах, ну, исключение составляет радикальное прощение. Все остальное, оно как-то, по-моему, глупо. Но есть люди, которым надо пройти путь дауна, и для них кружение в хороводах тоже очень хороший вариант. Я кружение в хороводах на самом деле очень хорошо воспринимаю со всеми вот этими славянскими традициями, как развлекуха. Ну, прекрасно провел время. Вот. Но к родовым программам это не имеет никакого отношения, кроме моментов сектования. Я сейчас буду говорить жестко, поэтому я попросила всех повыключать все, что было, потому что то, что видим мы, не соответствует тому, чему вас учат на тренингах. Смотрите, мы работаем с подсознанием человека. Заходишь в подсознание, первое, что встречаешь, это эмоциональный слой, потом программный слой поверхностный, то, что нам прилетает в социуме. И у нас есть эпигенетический слой, там, где есть информация о ресурсных травмах. Ресурсная травма – это уже то, что нам кармически прилетело, и то, что у нас в этой жизни сформировалось на отработку. Там сокрыты вторичные выгоды, убеждения, программы, и там сокрыт энергетический ресурс. И вот в какой-то момент, когда ты уже прорабатываешь, защищаешь эти эпигенетические программы, есть часть заболеваний, например, или жизненных ситуаций, картина мира, у человека резко меняется. Но есть, например, заболевания, которые не уходят. И возникает следующий вопрос, а куда они идут корнями? Впервые мы столкнулись на заболевании, когда у человека болели колени. Человек достаточно проработанный, у него все нормально с коннектом с душой, у него отработаны эти ресурсные травмы, достаточно осознанный человек, но при этом у него продолжают болеть колени. И мы нашли, что в подсознании есть такие воронки родовые. И туда идет жгутик информационный. Мы начали работать с этой воронкой. Это прорва, которая утягивает энергию человека вовнутрь, именно в эту болезнь. И направляет ее туда, а в проявленном мире человек болеет этой наследственной болезнью. Она как бы в его жизни может развернуться, может не развернуться, но вероятность, что она развернется 99%, потому что она уже в генах у него прописана. И вот первый раз убрав эту воронку, у нас получилось это сделать. И через, буквально через день человек позвонил мне и говорит, слушай, не могу, у меня нет энергии, у меня все перекрыто. Я говорю, подожди, подожди, просто что-то не доделали, надо доделать по энергии, все нормально будет. Мы доделали. И еще через два дня у человека вау, во-первых, перестали болеть колени, во-вторых, куча энергии откуда-то взялась, непонятно, она берется, просто жизненного ресурса неимоверное количество. И тогда я впервые задумалась, а что же происходит с этими воронками, что происходит с родовыми программами, как они связывают наше подсознание и подсознание рода. Можно тут же ввести вот какую-то терминологию из объективного восприятия, когда мы говорим о том, что там это есть некие грегоры и так далее, и так далее. Я отталкиваюсь от момента здесь и сейчас. Здесь и сейчас есть тело. Прошлое и будущее есть мысль. И эта мысль, и это все прописано вот в этом вот физическом теле, в проявленном теле. И вот с этим можно как-то работать, потому что вот это тело, оно проявлено со своей психикой, соответственно. И можно через психику работать с этим телом. Вот по сути дела мы с этого и заходим. И так получилось, что у меня у самой сложились определенные обстоятельства, когда я начала рассматривать программы наследственные свои, да, а у меня есть наследственные программы. По отцу у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой, он ушел из жизни от очередного инфаркта, у него были инсульты, причем рушились мелкие сосуды, так рассыпались, да, когда уже медицина ничего не могла сделать. Я начала углубляться в изучении этой темы. Вот у меня в наследственности это есть, в моих генах это есть. Как с этим работать? Я не хочу, чтобы мои сосуды рассыпались. Я начала углубляться в изучении этой темы, мы погружались, исследовали ее. И казалось, что в основе рассыпания сосудов лежит такая эмоция, как злость. Мой отец был добрейшим человеком. Мой отец любил меня безумно. Я не могу зацепиться за какую-то травматику, связанную со взаимоотношением с отцом, потому что он у меня был просто махиной, величайшим человеком, да. И тут я понимаю, что корни заболевания несут в себе злость. Вот тут я хочу ввести терминологию. Есть злость проявленная, когда человек агрессивен, зол по отношению к другому, он проявляет эту злость, да. А есть злость подавленная, когда человек внешне очень добрый, очень хороший. Но вот эта злость, он как человек воспитанный, как человек умный, как человек интеллигентный, он не может ее проявить, потому что он понимает, что это животное проявление. И он не знает, что с ней делать. И она начинает бродить по телу. Вот эта злость, она идет по генетической линии. И идет у большого количества людей. Вот сейчас мы залазили в сахарный диабет. Сахарный диабет имеет в подоснове эту злость. Мы залазили и по сердечно-сосудистой системе, все вот эти вещи. И получается, вот есть эта блуждающая, непроявленная злость, она есть в физическом теле человека. Как ее достать? Фиг ее знает. Она как паутина разбросана, да? Как сетка. Человек ее не осознает. Он говорит, я добрый. Действительно, там смотришь очередную женщину, она просто, душа поет на нее глядя. А у нее вот такая вот херня. И эта херня у нее связана с родовыми программами. Как, где в роду это достать? Да? И тут получаются очень, очень такие шикарные, жесткие вещи. Для того, чтобы туда добраться, чтобы с этим работать, уже эпигенетика должна быть зачищена. Да? То есть зачищены ресурсные травмы хотя бы на каком-то куске, чтобы был проход туда, к душе. Чтобы высшее я не закрывало душу. Потому что если вот эта травматика закрывает, просто нету входа. Вот расчистил, заходишь туда. И там есть вот эти воронки. Вот эти воронки родовые. И когда начинаешь с ними работать, происходит глубинное осознавание. С одной стороны, мы все дети рода. И мы можем уважительно петь дифирамбы и говорить, что род нас поддерживает энергетически. Но, господа, здесь есть подмена. Вот в моем случае, я сегодня переживала именно, я отработала сегодня вот эти вот генетические программы. Реально, ночь над унитазом, при этом ванна полная рос, душа стебалась. Но их надо было вывести из тела. А это физическое тело, это очистка, эта сетка должна была каким-то образом выходить через физическое проявление. В данном случае это шло через рвоту. Но, хотя для этого не было проявлений, там, отравлений, рутавирусов и так далее. Просто вчера вечером моя душа сказала, что мы будем этим заниматься. Что пришло время. И получилось, что когда вот реально ты вроде отмучился, ты вроде вот это через физическое тело вывел, ты пришел к этой воронке. И эту воронку надо заделать. И когда ты ее заделываешь, то ты понимаешь, что ты имел из своей собственной энергии души, где-то процентов 10, может 20, потому что весь основной поток шел в рот, как в бездонную бочку. Потому что вот, например, мой рот, который только осознаваемый по отцу с 1538 года шел. И там было все. Там были и виселицы, и раскулачивания, и бои, и чего там только не было. И это все в моей генетике есть. И злости там было выше крыши. Представляете? И вот эту дыру надо было залатать. Вот эту дыру сегодня утром мы долатали, убрали. Тут же ушла вся симптоматика, потому что утром я лежала трупом, я не могла двигаться, пока не приехала Лена, инфодайвер. И пока мы с ней не отработали, доделали это все вместе, самостоятельно доделать это нереально сложно. Сознание просто глючит. Доделали это дело, выключили. И пришло осознавание. Блин, выключилась головная боль, выключилась симптоматика, которая была связана с учащенным сердцебиением. Определенные проявления уже были на физическом плане этих генетических программ. Выключилась вот эта вот рассеянная злость, когда я чувствовала, что по телу как-то гуляет, и я не знала, что это. Это все просто выключилось вот в одно мгновение. Вот. И пришло очень-очень много энергии, очень много осознания. Я понимаю, что с родом, с родом, с родовыми программами. Кстати, после того, как все эти вот эту часть закрыли, отработали, пришлось заново зачищать эпигенетические программы. Потому что оттуда приходила информация, Высшее Я, по накачиванию новых ресурсных травм. Потому что пока эта воронка не закрыта, она будет качать ресурсные травмы. Оттуда идет информация на то, что накачать ресурсные травмы, и она будет ограничивать осознанный выбор картины реальности. Она будет ограничивать себя в возможностях и способностях. Представляете, как род ограничивает в возможностях и способностях. Ограничивает, господа. И не Он нас питает. На определенном этапе развития Он нам дает силы, Он нам дает энергию. Но есть этап развития, когда мы вырастаем, и нам нужны крылья. И в это время Ваши крылья связаны. И это делает род. И в таком случае есть варианты закрыть эти все связи через любовь, через благодарность, через признание того, что да, действительно, я имею программы в себе. Я действительно имею это все в себе. Это невероятные штуки. И в проявленном мире они будут проявлены еще большим вариантом общения с родом на уровне души. Потому что уже ресурсные травмы, броня вот эта, она не перекрывает нашу возможность слышать друг друга, чувствовать друг друга. Я невероятно счастлива, когда ко мне на день рождения приходят только мои близкие родственники, первая линия их там получается человек 19 или 20 уже. Все плодятся, размножаются, у всех все хорошо. Понимаете? Понимаю, что уже надо увеличивать жилплощадь, потому что реально за стол все не садятся. И я невероятно счастлива, когда они приходят, потому что их души точно так же открываются. Даже если один человек в роду, даже если один человек в роду вот так смог закрыть воронку, то вы представляете, сколько людей в этом поколении получило энергию? А если каждый из них тоже идет и осознается, и развивается, то, соответственно, род становится огромным. И информация в род поступает уже не низкочастотная, не энергия, не вот эта энергия зла, да, а энергия любви. И когда мы закрываем воронку, мы закрываем ее энергией и любви. Невероятным объемом энергии туда вкачивается любви. Именно любви и благодарности. Это можно назвать отказом от рода. А это можно назвать свободным выбором. А это можно назвать осознанным взаимодействием с родом. Понимаете, когда наши дети вырастают, мы иногда их отпускаем, да? И те, кто не отпускают, они мучают и себя, и детей. Вот точно так же и с родом. Род тоже отпускает своего ребенка. И это право ребенка возвращаться в дальнейшем в инкарнацию в этот род или нет. Потому что если он привязан этими цепями к роду, то он инкарнирует только в этом роду. И его возможности для проявления ограничены. А когда он свободен, он может осознанно выбрать этот род и инкарнировать в него снова. Это его право. Это отпущенный ребенок. И в таком случае вот те практики, которые даются родовые, которые рассказывают про перерождение, про перенаталки, вот все эти вещи, телески и так далее, они вообще бессмысленны. Это вообще не о том. Это вообще не тот уровень. И что касается вот этих тяжелых заболеваний, которые развиваются с возрастом, которые приходят в нашу жизнь, вот я подхожу к определенному возрастному промежутку, я понимаю, у меня отец заболел около 50, да. И у него неслось понарастающее развитие этого заболевания. Я не хочу это заболевание. Такие же заболевания есть у моих знакомых, друзей. И, как правило, такие заболевания, как Альцгеймер, Паркинсон, сахарный диабет, сердечно-сосудистая система, онкология и так далее, это все имеет предрасположенность наследственную. Не факт, что у человека будет воронка по этому заболеванию. Она будет по эмоции, она будет по злости, она будет по агрессии, она будет по какому-то проявлению. Потому что энергия, она идет через эмоцию, с эмоциональным окрасом. Она не идет с событийным рядом сразу, да. Событийный ряд, это чуть позже формирует высшее яд через ресурсную травму. А там просто идет запрос на энергию, энергию вот этого порядка. И вот энергия этого порядка, она низкочастотная, она просто рушит тело человека. Так это развивается. Есть над чем подумать. Мы параллельно вчера еще влезли в механизм памяти. Чуть позже запишем видео. Я вот уже отошла от ночных приключений. И когда мы запишем видео на эту тему, будет понятно, как работает механизм памяти и как там, какую роль там отыгрывает род. Наверное, на сегодня все. Потому что если мы полезем еще глубже, я еще больше создам резонанс в сознании людей. Но это ваше право выбора. Слушать, слышать или не слышать. Это ваша жизнь. Спасибо.